И всем привет, ребят! С вами Сторванька и сегодня записываем новый ролик. Сегодня у нас видеоролик пойдет на тему всего того, что у нас произошло в игре за последние пару-тройку дней. Сегодня это разговорный видос. Как вы знаете, сейчас у нас праздник в игре, который должен запоминаться чем-то интересным, чем-то крутым, чем-то веселым, позитивным. Да, все вы понимаете, что сейчас не самые простые и нагибаторские времена для игры. И хотелось бы видеть побольше каких-то движений в сторону игроков от разработчиков, чтобы они улучшали что-то, что-то делали интересное. Но что мы видим? Что мы видим на самом деле? Что мы видим в любую катку сейчас? Ну ладно, давайте начнем во всем по порядку. Я сегодня как бы исключительно хотел акцентировать внимание только на праздники Дня танкиста. Я не буду сегодня обобщать что-то другое. Для меня, наверное, ну даже изначально и не было никакого желания обозревать то, что у нас происходит в игре, если бы не лаги, которые начались у нас во время голдов. Да, и что начало происходить вообще во время этих ивентов. Очень большое количество проблем вылезло наружу. Я не знаю, с чем они связаны. Это, ну, такие баги, которые, ну, прям максимально неприятны на данный период времени вообще в игре. И они отталкивают тебя от игры, да. Когда ты пикаешься в катку, у тебя либо звук на максимум, либо у тебя верхней панели нету, либо тебя вообще не грузят, либо еще что-то. Ладно, тем ребятам, у которых хорошие компуктеры, да, у них как бы все это дело прогружается довольно быстро. Не получается получить такого большого количества дискомфорта и горения, да. Как это происходит у ребят, у которых там средние ПК и нету такой прям супер-мега-быстрой скорости прогрузки в катках. То есть, если у меня, например, не респит мой танк, я могу быстро обновиться и как бы все, да. То есть, обычная как будто крит ошибка у меня на флэше и как бы ничего больше. Но для тех-тех ребят, которых не грузят быстро, они либо прогружаются в катку и ждут, они не могут отреспиться, у них нет верхней панели, у них, возможно, просто там повис экран. Пока они обновятся, они потеряют большое количество времени и, соответственно, все это выливается в то, что ты получаешь массу негативных эмоций вообще по поводу всей ситуации. И для меня это, наверное, один из самых печальных вообще праздников, который у нас был в последнее время. И, ну, трудно вообще об этом говорить, трудно, да. Трудно понимать то, что сейчас разработчики, ну, вообще абсолютно никак не заинтересованы в том, чтобы у них в игре было все на комфортном уровне. Вы меня скажете, так флэш-версию игру-то никто уже не должен поддерживать, у нас же плавный переход на Чмо 5, новая версия, все дела, туда-сюда. Но я вам скажу одно, то, что и там есть свои подводные камни во время этого ивента, именно Дня танкиста, по сути, самого главного праздника у нас в игре. Все-таки мы играем не в какие-то там стрелялки-пулялки, мы все-таки в танки играем, если уж углубиться в это все дело. То есть, как бы, праздник-то значимый. И даже там, в той версии, есть также проблемы, которые связаны именно с этим ивентом. То есть, соответственно, разработчики никак не исправляют, либо если исправляют, то у них ничего не получается. Об этом нет никаких новостей на официальном сайте, то, что вот у нас там какие-то неполадки, мы их устраняем, там, наберитесь терпения, еще что-то. Никакой информации от них абсолютно нет, это значит, что полностью наплевательское отношение ко всем игрокам. Ну, как говорится, хавайте, хавайте, просто хавайте, просто хавайте то, что у вас там не грузит, у вас верхняя панель не появляется, у вас там танк не респит, надо нажимать на какую-то G-кнопочку, нажимать в гараж, выходить из него, нажимать еще на что-то, чтобы прогрузиться там, чтобы попасть в бой. Ну, а никаких, ну, вот, например, да, то есть, ты просто заходишь на официальный сайт танка, да, ну, тут просто я обычный игрок, я ничего не шарю, я захожу, и мне ничего не пишут. Мне не пишут, что тут лагает, то, что есть определенные проблемы, которые никто не исправляет, либо пытается исправить, но ничего не может с ними сделать. Почему об этом никто не пишет, почему нет никаких компенсаций дополнительных, когда вы знаете то, что у вас в игре большое количество неполадок, из-за которых количество негативных комментариев и игроков увеличивается. Для чего вы молчите, для чего вы молчите и хавайте, ну, как бы, и ждете того, чтобы игроки просто, типа, как бы, ну, играли и продолжали просто смотреть на то, что происходит. Есть, ребята, большое количество, которые заходят на такие ивенты исключительно просто поиграть, половить голды, да, они не играют на постоянной основе. Когда они видят вот это, вот, это просто провал, ну, просто, ну, вот, вот, если у них было какое-то отвращение на постоянной основе играть, то когда они заходят на ивент, чтобы половить голды и провести комфортно хоть как-то и вспомнить какие-то, может быть, моменты об игре, и когда они получают в ответ вот эти вот вещи, я думаю, что у них максимально еще ухудшаются отношения, они, возможно, даже, я думаю, что половина из тех, кто хотел бы покатать на таком ивенте, как День Токиста, да, праздник, там, все дела, половить голдики, провести время в игре, они заходят, видят, что за шляпа и просто выходят, просто выходят. Я повторюсь, нет никакой компенсации и нет никакой информации от разработчиков о том, что у них есть какие-то неполадки. И меня это очень сильно настораживает, и если бы это происходило на протяжении, то есть, там, какого-то маленького периода времени, да, и, ну, там, как бы не могли решить, но потом бы решили бы эту проблему, токи, я специально даже для видоса выключил звук, чтобы вам не было слышно того минуса, да и я сам уже, видите, если что, в танках без звука сижу, хотя я вообще не переношу игру без звука, то есть, я вынужден выключать звук, дабы просто катать, то есть, что я должен делать, вот, смотрите, я респуюсь в катке, у меня не респит танк, мне надо нажать на кнопочку G, зайти в гараж, верхней панели нету, и, ну, вот, хорошо, что она здесь так быстро появилась, да, но, когда онлайн превышает отметку в 10к, лаги увеличиваются, как будто x2, если не x3, то есть, я не знаю, с чем это связано, возможно, там игра не тянет, движки не тянут, но, блин, извините меня, 10к не тянуть? 10к не тянуть? Ну, это же просто провалище полнейшее, как можно тогда делать вообще праздники? Ну, как вы можете тогда делать? Как вы можете ничего не обрабатывать? И меня в очередной раз горит с того, что, ну, блин, ну, ну, не играешь ты в игру, ну, и ничего ты не понимаешь, ну, не смотришь даже за тем, что происходит, да, и, может быть, кто-то скажет мне, а что ты тогда жалуешься, что ты играешь? Ну, я горю же не на саму игру, правильно? Я горю на тех людей, которые ею занимаются, потому что они не занимаются, они не делают то, они не рассматривают вообще, да, то есть, они выпустили обнову, выпустили обновление, выпустили ивент, и забили в балдецки, просто конкретный балдецки, забили на то, вместо того, чтобы просто взять и спокойно довести до ума то, что они сделали, да, окей, появились какие-то неполадки, да, выключите вы лучше серваки, там, на час, там, сделайте, пофиксите, чтобы не было этой дичи, или, по вашему мнению, если у вас вот настолько все, ну, типа, это минимально, типа, да, лагает, по их мнению, я так понимаю, да, это минимальные неполадки, или что? Это нереальнейший жесткий дискомфорт, вот, если бы у меня бы просто танки бы висели бы, да, у меня бы, ну, примерно с такой же, такой же степой не горело, ладно бы еще, если бы всегда вы могли бы играть, и всегда бы у вас все работало, но у вас при этом всем раскладе, бывает, вообще не грузит, просто не грузит, просто вот вы нажимаете, у вас не грузит, ни флэш, ни мобильная версия, ни чмо 5 версии, никакая версия у вас не грузит, просто никакая, абсолютно, и это, ну, что это, что это, это позорище, полнейшее позорище, игроки продолжают играть, вот даже со всеми этими недостатками продолжают играть, и вот сейчас, на момент записи видеоролика, где-то около 6 часов вечера, и сейчас в игре 11,5 тысяч онлайн, то есть, при том раскладе, то, что сейчас уже на постоянке, днем там 9-10, да, то есть, соответственно, игроков больше, и они даже со всеми этими неполадками заходят в игру, чтобы поиграть в нее, потому что она им нравится, даже со всеми этими недостатками, но вы просто-напросто не можете решить проблему, которую, я уверен, можно решить за довольно короткое время, короткий промежуток времени, либо же, если на это требуется чуть больше времени, ну, так оповестите об этом, скажите, что у вас вот такие вот неполадки в игре, то, что вот нам надо это пофиксить, либо там, наберитесь терпения, там, у нас есть неполадки, и все, но когда просто игнор, пофиг, и изменений никаких, мне становится реально обидно, реально обидно на то, что, ну, вот такое вот отношение к игре у разработчиков, и, блин, я, честно, не знаю, чем дальше все это идет, тем больше у меня какого-то горения появляется, вот прям жестко дикого, и вот этой вот несправедливости, и пофигизма, да, я, я просто, ну, я даже не знаю, что здесь добавлять, мне реально, реально четкий праздник, ну, реально, вот, типа, карта хорошая, голды хорошие, все сделано, все четко, ну, блин, ну, ну, у вас вылезли ошибки, ну, пофиксите их, ну, сделайте, чтобы было комфортно, ну, я не верю, что это сделать сложно, или сложно это пофиксить, если бы было бы желание, все можно было бы сделать, даже если бы там закрылись там серваки, или произошло какое-нибудь дополнительное обновление, то это, ну, ну, это ничего страшного, но когда на протяжении двух дней, да, происходит такая дичь, да, то есть я записываю этот видос не то, что там, знаете, первый день, самое начало, когда только столкнулись с этим, я проанализировал, проконтролировал всю ситуацию на протяжении всего праздника, то есть я не стал сразу, знаете, как плеваться и говорить, фу, у вас говно, я надеялся на то, что это исправят, надеялся на то, что хотя бы об этом напишут, там, что-то сделают, ну, по итогу, что мы видим, конец второго дня, конец праздник, и мы получаем вот такое вот наплевательское отношение, и вот такой вот наплевательский ивент, который, по идее, мог бы быть за последнее время одним из самых интересных, как по мне. Это, наверное, все, что я хотел сказать вам сегодня, если вы согласны с моей точкой зрения, мне будет приятно, если вы поддержите данный видеоролик лайком, напишите вообще в комментариях, что вы думаете по этому поводу, если вы играли во время всего этого ивента, либо играете до сих пор, то напишите, мне будет интересно все это дело почитать, Ну и, друзья, если вы вдруг не подписаны на канал, подпишитесь, мне будет тоже безумно приятно, все-таки я надеюсь на то, что игра не успеет так быстро загнуться и умереть, у меня пропадет какое-то желание, да, до отметки в 10к, поэтому, если вы поддержите подписочкой, мне будет тоже безумно приятно. С вами был мистер Ванька, друзья, будем следить за всем этим делом, что у нас будет вообще дальше, но я надеюсь, что люди начнут думать, да, и отмазка в виде того, что флэш не поддерживается и нам пофиг на него, она не канает, абсолютно не канает, потому что есть статистика и всем видно, сколько, с каких клиентов сейчас играет, и если бы не было бы проблем бы там, я думаю, что я бы даже и не задумывался о том, что можно тут записывать, потому что проблемы есть в любом клиенте, и это, конечно, провал. Всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.